Шаумянский перевал уже пытались открыть на прошлой неделе. Дорогу очистили от снега, но на склонах скопились снежные шапки, которые угрожали обрушиться лавиной. Открытие отложили. И вот теперь по участку можно двигаться без обеска для жизни. Тем временем в севернее предгорной зоне края, стоящий снег и прошедшие накануне дожди, заставили выйти реки из берегов. Вот такая вот проблема. В горячем ключе непростая ситуация на улице Луговой. Там продолжает прибывать вода. И по словам очевидцев, она уже во дворах. Мэрия организовала работу откачивающей техники. Вот это вот так весь двор затоплен. Схожая ситуация в Фриворско-Ахтарском районе. Потоплены оказались дворы на улице Островского. В Денском районе очевидцы также сообщают о подъеме уровня воды. В некоторые дворы она зашла. Вот столько водички. Вот во дворах водичка. А в Славянском районе талая вода оказалась в домах. Это видео снято на улице Набережной. Автор сообщает, что вода идет потоком. Не говоря о том, что во дворе появится. Специальная техника вышла и на улице Краевой столицы. Ее заметили на улице Оксайской. Там между двумя многоквартирными домами образовалось целое озеро талой воды. Еще плюс две вакуумки работают. Более 40 из пола дома. Угроза подтопления была и в Анапе. Но специальные сооружения защитили дома. Здесь, на пересечении улиц Северной Крестьянской, воды было особенно много. Ситуацию спасли специальные сооружения из мешков с песком. Их выложили по ходу движения воды. Благодаря этому потоки стекали вниз по дороге. И не попали в дома приживущих здесь людей. А в районе Большого Утрешана берег вышел Сверч. Разгромил набережную и снес крышу гостиницы. Ситуацию отслеживают с помощью дронов. Чтобы вода уходила быстрее, власти Анапы занимаются очисткой русел рек и отводных каналов. Благодаря этой работе удалось не допустить потопления в поселке Виноградном. Подрядчик вышел незамедлительно. Выполнил работу довольно качественно. Тем самым предотвратил в последующее потопление. Ну и, конечно, один из таких больных, наверное, болевших у людей, это расчистка вододавного канала Витязева, который не чистился порядка 30 лет. С учетом застройки добраться в какие-то труднодоступные места было невозможно. Сейчас все это было вскрыто, прочищено. В Крымском районе пока сохраняется только угроза подъема воды. Внутри веселом южного сельского поселения спасатели проводят объезд дворов. Из громкоговорителей они предупреждают население о возможном потоплении. В целом по краю действуют четыре аксельных предупреждения. В горах сохраняется опасность схода лавин. Сегодня и завтра на Кубани ожидаются грозовые ливни, дожди с мокрым снегом, градом и порывистым ветром. Возможно снегопады и гололед. В 26 районах введен режим повышенной готовности. Владислава Гизикова, Кирилл Белонок, Дмитрий Забирин, Кубань-24, Анапа. Продолжение следует...